Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен Номер 81 Начитывается Новый Завет с толкованием Блаженного Фефиларта и с комментариями Считает Никита Колесников Колоссянам 4.12 Приветствует вас Епафрас ваш, рабы Иисуса Христа, всегда подвязающиеся за вас в молитвах Чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу Толкование Как в начале послания, так и теперь рекомендует его Чтобы как любящего их, они любили его со своей стороны И охотно слушали его, когда он учит чему-нибудь А что учитель человек почтенный, то это полезно и для учеников Так как охотнее будут верить словам его Великой похвалой для Епафраса служит и то, что он раб Христов Итак, ваша слава он, тем более, что вышел Слава Иисусу Христу Из вашей среды Не просто сказал, молясь за вас, но с беспокойством и трепетом Не в иной только день, но всегда слегка упрекает их За несовершенство Ибо они все еще не тверды Тверды Не тверды И колеблются в учении об ангелах Ведь возможно быть и совершенным и не стоять подобно тому, как если бы кто-нибудь узнал все Но ни в чем твердо не установился Поэтому Вот поэтому Вот когда говоришь человеку Ну я это уже знаю Только начал говорить Ну это я уже знаю То есть не вмещается в нем Ну ты второй раз вышел Сто третий повторение мать учения Я посмотрел В послании к колоссинам Слово ангел встречается только один раз Один раз Но в таком смысле, что они больше стали склоняться к ангелам, чем к Христу И апостол Павел Я все это проверил Посчитал 63 раза употребляет слово ангел На одно слово он 63 раза долбит и долбит в одно место Значит это нормально Он видел какая большая беда А тут только пол слова сказал Ну это уже знаю Это мне можно не говорить Как ты знаешь Первый раз слышишь Я только что сказал тебе первый раз И ты не знал Если знаешь, я прекращаю Говори дальше Глазами хлопать еще не может сказать Я часто так делаю Ну ты это знаешь, знаешь Ну продолжай дальше Ты говори-то Сразу остановился Вот у человека это яма Он знать не знает А мысль что знает Высокоумие И вы представляете слово Все, рассыпался И он там начинает враждовать против тебя И через это выявляется Вера-то никакой там и нет А тебе сколько бы раз не сказали Повторяю, 1,63 А один раз Упомянул Павел А Феопелак 63 раза ударил Ударил, ударил, ударил Словом ангел, ангел, ангел Вот как Поехали Поэтому он говорит Чтобы вы пребыли совершенны Подразумевается В учении жизни Чтобы вы не исполняли Никакой другой воли Кроме воли Божией Ибо это значит быть Исполненным И совершенным Эти показывают и то Что нечто отчасти И сохраняют Из проповеданного А нечто отчасти Уже и утратили Колоссянам 4,13 Свидетельствую о нем Что он имеет великую ревность И заботу о вас И о находящихся В Лаодикие и Ераполе Ревность и великую толкование Оба слова поставлены Вместе для усиления Хвалит Епофраса Еще лаодикийцам И Ераполитанам Ибо они без сомнения Прочитали послание Могли слышать о нем Колоссянам 4,14 Приветствует вас Лука Врач возлюбленный И Димас Толкование Лука это евангелист До которого Немаловажное Похвала быть возлюбленным Павла Говорит же о нем После Епофраса Не потому Чтобы унижал его Но потому что желал Возвысить Епофраса Перед его согражданами Несомненно Этим именем Назывались еще и другие Димас Как видно Еще не оставал Лял учителя Димас Никогда не думал Что так Димас Вот на последнюю букву Он лепит гласные Так Колоссянам 4,15 Приветствуйте братья Владикии И Нимфана И домашнюю церковь его Толкование Посмотри как он их сближает Как привязывает их друг к другу Это был знаменитый муж У которого все в доме были верны Почему и назывался его дом церковью Поэтому Павел И показывает к нему свое расположение Особо приветствуя его Делает это он так же и для того Чтобы побудить других К такому же усердию Чтобы и другие подражали Нимфану Если желают быть Так же почтены Колоссянам 4,16 Когда это послание Прочитано будет у вас То распорядитесь Чтобы оно было прочитано И в Лаодикийской церкви А то которое из Лаодикий Прочитайте и вы Толкование Мне кажется Что здесь было написано Что-нибудь такое Что нужно было слышать И лаодикийцам А им в свою очередь Необходимо было узнать Что написано в том послании Гораздо больше пользы Когда из обличения Направленного против других Они узнают свои собственные недостатки Какое же это было послание из Лаодикий Первое послание к Тимофею Оно написано из Лаодикий Некоторые впрочем говорят Что это было послание Которое лаодикийцы послали к Павлу Но я не знаю Что из него можно было Заимствовать им Для своего исправления Колоссянам 4,17 Больше всего тут понимать так Лаодикий получили послание Как послание к коринфянам Послание к лаодикийцам А лаодикий это Самая негодная оказалась Церковь в откровении И видимо Это тоже имеет Какой-то отпечаток оттуда Потеряли послание Где-то А в одном из гамляр было-то Тем более гонение было Легко было утерять Причем тут Тимофеев Я никак не пойму Никак Колоссянам 4,17 Скажите Архипу Смотри, чтобы тебе Исполни служение Которое ты принял в Господе Толкование Зачем он не пишет к нему Вероятно, что он не нуждался В длинном послании Для него достаточно было Одного краткого напоминания Зачем И даже по-русски сегодня Звучит почему Почему он не пишет к нему А зачем не пишет к нему Сегодня даже это не звучит А вот когда переводили Тогда было как раз Это всюду есть голос устрашающего Как например Смотрите, чтобы кто не увлек вас Пустым обольщением Колоссянам 2,8 Или еще Берегитесь, чтобы эта свобода ваша Не послужила соблазном 1 Коринфянам 8,9 Так и здесь Смотри, исполни как следует Дело принятое тобой в Господе То есть через Господа Ибо он дал тебе А не я Какое же это дело Смотреть за колоссянами И заботиться о них Два внушения делает апостол Одним словом В Господе Его делает более заботливым О том, чтобы совершать Свое служение Как дело Господнее И их склоняет охотнее Подчиняться ему Показывая, что они от Бога Даны ему в руки Конечно Апостол того ради Пишет им Скажите Архипу Чтобы когда он станет Укорять их Они не могли обвинять Их как человека Исполняющего их Горещью Зная, что такова Дана ему заповедь От Павла И что их собственные Уста Передали Архипу То, что ранее Объявил ему Павел Итак, чтобы Заградить их уста Павел Очень мудро Сделал это Так как Во всяком случае Неуместно Ученикам Разговаривать О делах учителя Это как тонко Вот у нас Правило такое Что действия Администрации На форме Не обсуждаются Он Так и В видеоканале Ничего не знает Совершенно Начинает Рассуждать О чем рассуждать Когда ничего не знаешь Чтобы сказать слово Надо много знать Даже с этим падением Самолета И прочее Даешь Какую бы тему Не дал Раду Раз А когда встретишься Ты видишь Он ничего не знает Поехали Колоссянам 4.18 Приветствия мою рукою Павловою Помните мои узы Благодать со всеми вами Аминь Толкование Вместо Помните обо мне Находящимся в узах И осужденном Самое же лучшее Утешение для них Этого всякой Скорби Помните о Павле Узнике Когда присуща Будет вам благодать То скорби ли будете иметь Или узы терпеть Ничто такое Не преодолеет вас Так как и быть связанным Есть дело благодати Ибо Лука говорит Они возвратились Из темницы Радуясь Что удостоились Принять бесчестие За имя Христова Деяние 5.41 Сравни Сравнить Сравнить Видишь ли Что быть Обесчищенным Значит быть удостоенным И действительно Это великое достоинство Итак Досподобимся И мы Недостойные Удостоиться Божественной благодати В скорбях Чтобы при Подкреплении Ею нашей немощи Эти скорби Послужили нам В пользу Рассея во мглу Наших согрешений Во славу Отца Сына и Святого Духа Ему слава Во веки веков Аминь Первое послание Фессалоникийцам Апостола Павла Первая глава Первый стих Павел И Силуан И Тимофей Церкви Фессалоникийской В Боге Отце И Господе Иисусе Христе Благодать вам И мир От Бога Отца нашего И Господа Иисуса Христа Толкование Апостол Павел В письме К Фессалоникийцам Ставит наряду С собой И Тимофея Между тем В послании К Ефесянам Он Не делает этого Хотя Тимофей И был им известен Мне кажется Это потому Что он имел Намерение Немедленно Послать его К Ефесянам Почему И излишне Было писать Послание От лица Того Кто должен был Доставить его Здесь же Не так Тимофей Недавно Возвратился Из Фессалоник Поэтому Справедливо Ставить его Наряду с собой Но впереди Тимофей Он помещает Силуана Вероятно Потому что Этого По смирению Требовал Сам Тимофей Подражая Учителю Павлу Который Причисляет К себе Своих Учеников Здесь Павел Не называет Себя Ни апостолом Ни рабом Как обычно Делает И это В других Посланиях Потому что Фессалоникийцы Были Новообращенные И еще Не узнали Его близко Поэтому И не следовало Напоминать Им О своем Достоинстве Хотя Фессалоникийцев Было Немного И они Еще Не соединились Тесно Между Собой Однако Он Называет Их Церковью Ободряясь Самым Именем Так как Имя Церкви По большей части Означает Множество Так Как были Церкви Эллинские И Иудейские То Он Отличая Эту Церковь От тех Говорит Которая Есть В Боге Отце Великое Достоинство Быть В Боге Ибо Если Кто Раб Греха Тот Не В Боге Заметь Предлог В Относится И к Отцу И к Сыну Желает Им Чтобы Все Более И Более Они Преуспевали В Дарах Божиих Но Имели Бо И мир Не Гордясь Друг Перед Другом 1 Всегда Благодарим Бога За Всех Вас Вспоминая О Вас В Молитвах Наших Толкования Тотчас За похвалой Следует Хвала Богу Ибо Тем Что Благодарит Бога За Них Он Показывает Что Они Исполнили Все Чем Прославляется Бог Но Вместе С тем Учит И Смирению Так Как Богом Все Совершается Что Он Благодарит Бога Это Следствие Их Добродетелей А Что Вспоминает Их В Молитвах Это По Своей Любви К Ним 1 Фессалоникийцам 1 3 Непрестанно Памятуя Ваше Дело Веры И Труд Любви И Терпения Упования На Господа Нашего Иисуса Христа Пред Богом И Отцом Нашим Толкование Не Только Говорит В Молитвах Поминаю Вас Но И Во Всякое Другое Время Это Доказательство Его Горячей Любви То Есть Вашего Постоянства Ибо Дело Веры В Том Чтобы Твердо Стоять А Не На Словах Только Хвалиться Верой Просто Любить Не Труда Но Любить Истинно Труд Великий Ибо Если Кто Нибудь Все Переносит Для Любимого Человека Как Же Это Не Труд А Фессалоникийцы Действительно Много Пострадали Из Любви К Павлу Как Это Можно Видеть Из Книги Деяний 17 Глава 5 Стих Много Говорит Вы Перенесли Продолжительных Испытаний И Перенесли Подкрепляемой Надеждой Ибо С Верили Приготовленным Наградам Так Как Бог Допустил Им Вначале Подвергнуться Испытаниям Для того Чтобы Кто Не Сказал Что Проповедь Утверждается Просто И лестью Но Чтобы Видно Было Что Тут Действовало Не Человеческое Убеждение А Сила Божия Покоряющая Души Можно Понимать Это Двояко Или Вспоминая Пред Богом И Отцом Нашим Или Разуметь Дело Веры Которые Пред Богом Значит Не Думайте Что Вы Трудитесь Бесполезно Напротив Все Пред Богом И Он Воздаст Награду 1 Фессалоникийцам 1 4 Зная Избрание Ваше Возлюбленные Богом Братья Толкование Вспоминаем Говорит Вас Потому Что Знаем Что Вы Избраны Богом Ибо Вы Предпочтительно Перед Многими Другими Избраны За Веру Откуда Это Видно Святой Павел Слушай Говорит Что Следует Далее 1 Фессалоникийцам 1 5 Потому Что Ваше Благовествование У вас Было Не В слове Только Но И В силе И Во Святом Духе И Со Многим Удостоверением Как Вы Сами Знаете Как Были Мы Для Вас Между Вами Толкование Из Того Говорит Видно Ваше Избрание Что Бог Прославил Проповедь Среди Вас Ибо Мы Не Просто Так Проповедовали Но Были И Знамения Потому Что Бог Благоволил Чтобы Вы Уверовали Как Избранные Ему И Предуставленные То Есть В Знамениях Бывших Ко Благу Людей Благомыслящих И К Наказанию Неблагомыслящих И Во Святом Духе Или В Мудрости Духовной А не Внешней Или В Том Что Дух Святый Подаваем Был Уверовавшим И Со Многим Удостоверением То Есть В Бедствиях И Страдания Как Знамения И Подаяния Святого Духа Были Для Полного Убеждения Уверовавших Так И Страдания За Проповедь Составляют Большое Подтверждение Ее Вы Говорит Свидетели Того Как Мы Обращались Среди Вас И С Какой Великой Готовностью Проповедовали Но И Это Для Вас Поскольку Вы Избранные То Мы Так Ревностно И Трудились Для Вас И Бо Чего Кто Не Потерпит За Возлюбленных Божих Здесь Он Касается И Своих Подвигов Хотя Прекровенно Так Как Желает Сначала Похвалить Их Первое Фессалоникийцам 1.6 И Вы Сделались Подражателями Нам Господу Приняв Слово При Многих Скорбях С Радостью Духа Святого Толкование Укрепляет Их Как Похвалой Так И Напоминанием О том Что Они Не Уступили Ему В Опасностях Смотри Какая Похвала Сделаться Сразу Подражателями Учителю И Не Только Ему Но И Господу Как же Они Стали Подражателями Господу Тем Что И Он Сам Претерпевший Великие Страдания Радовался Ибо Он Для Того И Пришел Добровольно Чтобы Сказать Отцу Прославь Сына Твоего Иоанна 17.1 Вы Приняли Слово Не Просто При Скорбях Но И При Многих То И С Опасностями И Это Можно Видеть В Деяниях Апостолов Однако Эту Скорб Именно Опасности Вы Принимаетесь Радостью Объясняя Как Можно Радоваться В Скорби Сказал С Радостью Духа Святого Дух Не Дал Вам Страдать Страдание Было В Них Как В Телесных А Радость Подавалась От Духа Ибо Как Котраки Были Орошаемы В Огне Духом Прохлаждающим Так И Вас В Опасностях Радовал Дух Указывая Вам На Будущее Воздаяние Смотри Тогда Кто-либо Делается Подражателем Господу Когда Переносит Опасности С Радостью Святого Духа Комментарий Игнатия Лапкина Вы Приняли Слово Эти Слова Апостола Павла И Блаженного Феофилакта Можно Тысячекратно Повторять Во Всех Их Трудах Какой Пастырь Сегодня Говорит Эти Слова Свои пастве В храме Или В ином месте Речь Идет Не просто О Слове Но О Библии О проповеди Христа Вы Приняли Слово И Дали Нам Бесконечное Число Раз Внушает Страницы Священного Писания Что Это Божественное Слово И Есть Именно Тот Талант Который Преступно Зарывать Это Принятое Слово Есть Ключ К Сердцам Людей Чтобы Они Могли Принять Христа Уверовать В Него И Быть Спасенными Эти Слова Вы Приняли Слово Относятся Только К нам Пасом Или К пастырям Тоже Константинопольский Святитель Упрекает Нас Кто Из Вас Скажите Мне Находясь Дома Берет В руки Христианскую Книгу Вникает В ее Содержание И И Испытывает Писание Никто Не Может Сказать Этого О себе Шашки И Игральные Кости И Телевизоры Игнати Лапкин Комментарий Можно Найти У Весьма Многих А Книги Священного Писания Ни У Кого Или У Немногих Да И Те Занимаются Ими Не Больше Таких Которые Вовсе Их Не Имеют Связывая И Навсегда Отлагая Их В шкафы И Вся Забота У них Только О Тонкости Кожи На Которые Писаны Книги О Красоте Письма А Не О Чтении Никто Не Говори Мне Этих Холодных И Достойных Вся Кого Осуждения Слов Я Призван К Жену Воспитываю Детей Правлю Домом Я Человек Мирской Не Мое Дело Читать Писание Но Тех Кто Отказались От Мира Заняли Вершины Гор И Ведут Такую Жизнь Постоянно Что Ты Говоришь Человек Не Твое Дело Внимать Писанию Потому Что Ты Окружен Бесчисленными Заботами Нет Твое Дело Больше Нежели Их Они Не Столько Имеют Нужды В помощи Божественного Писания Сколько Обращающиеся Среди Множества Дел Ибо Монахи Удалившись От Торжища И Его Сметений И Водрузив Кущи В пустыне И Не Имея Ни с Кем Никакого Общения Но Любомудрствуя Беспрепятственно В этой Мирной Тишине Как Бы Сидя В пристани Наслаждается Великой Безопасностью А Мы Которые Волнуемся Как бы Среди Моря И Имеем Случай К бесчисленным Грехам Во всякое Время Нуждаемся В постоянном И непрерывном Утешении От Писания Невозможно Невозможно Спастись Не пользуясь Постоянно Духовным Чтением Возьми В руки Книгу Читай Всю Историю Понятный Удержи В памяти А неясный И непонятный Прочитай Несколько Раз Если же При постоянном Чтении Невозможешь Постигнуть Того О чем Говорится Ступай К мудрейшему Пойди К учителю Снесись С ним Осказанном Покажи Великое Усердие И Бог Видя Что ты Приложил Такое Старание Не презрить Твоей Неусыпной Дозаботливости Но если Человек Не изъяснит Тебе Искомого Он сам Откроет Несомненно Читая Эти слова Златословесного Пастыря Мы сделаемся Повинными Смерти Если Не исполним Их Ибо Зарывавший Зарывший Талант Выбрасывается Во тьму Внешнюю Итак Вы слышали И вы приняли Это слово Вот это Комментарий Я в большую Большую Вставку Вставляем Из Иоанна Златоуста Из разных Томов Как Можно это Не принять Но Разве это Помешает Пошли Первое Фессалоникийцам 1.7 Так что Вы стали Образцом Для всех Верующих Македонии И Ахаии Толкование Хотя Павел Пришел К ним После других Однако Говорит Вы так Просияли Что Сделались Учителями Принявших Веру Прежде вас И в этом Подражание Павлу Так как И он Пришел Последним Но Призошел Всех Смотри Не сказал Вы будете Образцом Для тех Кто верует Но Вы для Верующих Уже Стали Образцом Как Должны Веровать Именно С теплотой И с готовностью На опасности Ахаей Он называет Грецию Слава А ваши Добродетели Сделало То Что Проповедь Стала Известна Всем И вы Показали Себя Учителями Всех Выражение Пронеслось Говорит Как бы О трубе Громко Звучащей И слышимой На большое Расстояние Здесь Как раз Об этом И говорит Стали Образцом Но Как ты можешь Стать Образцом Если ничего Не делаешь Вот у нас Приезжали Архиереи Какие Были Все И они Приезжая Ставили Нас в образцы Наши общины Ставили У себя Антони Это делал Максим И сейчас Митрополит Сергий А там И смотреть То у нас Нечего Нет Какой порядок Какая стройность И какие Отзывы Дают Журнале Покров За 16 Год Девятый Номер Барнаульская Епархия Митрополия Здесь Это большое Дело Когда Они могут Это Сказать И показать Чистосердечно Этим Кого-то Подвигнуть Комментарий Игнатия Лапкина Если бы на Русь В 988 году Принесли в чистом виде Евангельское учение То проповедь Стала бы Известна Всем И вы показали бы Себя Учителями Всех Всех Если бы Священники Знали Что такое Родиться Свыше И что такое Евангельская Вера То ряды Революционеров Не пополнялись бы Бывшими Семинаристами И первая Красная Армия Не состояла бы Из одних Православных Потому что Каждый Свидетельствовал Бы о победителе Смерти Иисусе И ничего Бы не боялся Поповедь Стала Бы Известна Всем И вы Показали бы Себя Учителями Всех 1 Фессалоникийцам 1.8 Ибо от вас Пронеслось Слово Господне Не только В Македонии И Ахае Но и во всяком Месте Прошла слава О вере вашей В Бога Так что нам Ни о чем Не нужно Рассказывать Толкование Ваш пример Говорит апостол Наполнил Словом И учением Македонию И Грецию И всякое место Удивлением Что в такое Короткое время Вы показали Такую веру Как бы говоря О чем то Одушевленном Апостол Употребил Слово Прошла Настолько Сильна И действенно Слава О вашей вере Что люди И не ждут Чтобы мы Сказали Что нибудь О вас Напротив Всякий раз Как мы Начнем Не воплотил В жизни А сколько У вас Последователей Да бог Его знает Сколько Желающих Много А сделать Никто А почему Потому что Это очень Большой труд Очень Чтобы все До единого Сто процентов Они Ратовали О сохранении Устава Не нарушали Нас пугает Говорят Ну вот ладно Вас мало А если бы Больше было Ну сколько Больше Вот сколько Есть И столько Бы Еще Пришло В один день В один день Они стали бы Делать все Как есть Почему А уже Каждый помогает Вот приехали Корреспонденты И сразу У нас тут В кочегарку Завели Они платочки Надели На них Бабушки Стараются Все И уже Богослужения Заходят Их не отличишь А кто Секретарь Городского УВД Управление Внутренних дел Милиции Приехал Потеряевку Ее преобразили А потом Это будет Напечатано В их журнале Охрана Центральный орган МВД В Москве Приятно смотреть Да И она Веселая Везде И даже Не догадаешься Что она Первый раз Видит нас Дорога Еще ехали И дорога Уже Переоделась И заменила На мужскую одежду Никаких брюх Не надо Отец Все оправдывает Почему Потому что Семинарию Учит Академии Сегодня Духовная Оправдать Любое безумие Любое беззаконие И придумали Слово И экономия И экономия А почему Не акривию взяли Более строго Святые говорят Избери себе Такого наставника Строже которого Нет Во вселенной Вперед Первое Всловники 1.9 Ибо Сами они Сказывают О нас Какой Вход Имели мы К вам И как Вы Обратились К Богу От идолов Чтобы служить Богу Живому И истинному Толкованию То есть Что Наш Приход К вам Был Соединен С тысячей Смертей И однако Ничто Вас Не возмутило Против Нас Напротив И сами Вы Подвергшись Из-за нас Опасностям Не отвергли Нас А обращались С нами Так Как будто Насладились Бесчисленными Благами Это был Вторичный Вход Вот интересно Все еретики Сектанты Этот стих Который берут И говорят От идолов Мы были Православны Иконы Пожгли От идолов Пришли К Богу Истинному Так они В церкви Были В церкви А вы От церкви Ушли Какие Идолы Церковь Приняла Иконы Если И что Идол Есть Ничто Ну допустим Изображается Рождение Иисуса Христа Икона Святая Это Ничто Изображается Страстная Неделя Икона Кладется Страдание Христа Это Ничто Образ Божий Нерукотворенный Ничто Идол Есть Ничто То есть Этого Не было И нету Это выдуманное Но тут Доказывать Еще не надо Явно Что Как только Ушли Из православия Бог Как будто Мозги Снимает Человек Они ему Не нужны Как страшно Это Самое Простое Идол От иконы Не может Отличить А больше Говорить Не о чем Иконы Указаны Богом Были Христос Пришел Заравеля В храм Второй По счету Он весь Был В иконах Икона Означает Иконы Изображение По-гречески Стоит От пола Ботолка Снаружи И сутри Из Икиля 41 глава 17 стих Говорит об этом Иконы Так это было Да это было И после того Как Христос Вознесся Деяние Третья глава После Сошествия Духа Святого Второй главе Написано Петр и Иоанн Шли В храм Сейчас в молитве Деду Куда? В капище шли То есть Всех-то Всегда есть Безумие Сумасшествие Все что Вне Церкви Христовой Это Дорога В ад Как Дофан Аверону И Корею Чисто 16 глава Далее Далее Это был Вторичный Вход Ибо Апостол Отправившись Из Фессалоника В Верию В Верию Был преследуем А пришедший Оттуда К Фессалоникийцам Так был Принят Ими Что они Готовы были Положить За него Души Свои То есть Вы обратились Легко И с большой Готовностью Здесь же Очень кстати Ставил и увещание Искусно Напомнив им От чего От чему Они перешли Чтобы достойно Сего и жили Все